всем привет это канал двое в каное и сегодня я расскажу вам про профессию маркетолога в канаде итак у нас накопилось много вопросов о профессии маркетолога в канаде кем я являюсь уже в течение четырех лет и я постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов но если я что-то пропущу пожалуйста задавайте ваши вопросы в комментариях комментируйте это видео и тогда мы сможем ответить на остальные вопросы либо в следующих видео либо в комментариях итак я собираюсь подсматривать немножко потому что здесь находится на моем ноутбуке находятся те вопросы которые вы задавали и начнем с первого вопроса насколько сложно найти в канаде работу маркетологом вопрос довольно непростой потому что если вы хороший маркетолог найти работу в канаде маркетологом вам будет несложно потому что как правило хорошие маркетологи умеют хорошо рекламировать себя но однако это очень конкурентный рынок и даст но у вас могут быть сложности на начальном этапе есть три варианта развития событий первый вариант это когда вы начинающий маркетолог то есть вы приехали в канаду либо вы уже живете в канаде и у вас нет опыта в профессии маркетинг или у вас не было опыта в стране из которой вы приехали вот в таком случае у вас будут это наверное самый сложный этап очень много людей которые выпускаются из университета и которым очень сложно найти именно первую работу что для этого можно сделать на этом этапе можно пойти и приобрести бесплатный опыт то есть он называется интерншип здесь и пойти и поработать в какой-то либо крупной компании либо даже мелкой компании три-четыре месяца для того чтобы получить первый опыт это один вариант развития событий второй вариант это когда ваш университет например предоставляет вам практику и вы можете пройти практику по маркетингу от университета вот но я знаю что многие сюда переезжают уже с дипломами и стараются искать работу именно здесь поэтому здесь самый лучший вариант это именно пойти по стажировки если у вас нет первого опыта для того чтобы получить первые рекомендации познакомиться с новыми людьми раз развить вашу сеть знакомств второй вариант вы приезжаете сюда в страну или вы уже здесь находитесь с каким-то определенным багажом знаний и у вас есть какой-то опыт в маркетинге особенно если робота опыт работы в крупных компаниях это вообще замечательно вот в таком случае вам будет гораздо легче найти что-то особенно если ваша компания с каким-то известным именем например там coca-cola если кто-то приезжает там из россии например или из других стран или там лукойл вот в таком случае вы сможете найти работу достаточно легко и вам для этого не нужно какого-то супер мега образование вам нужно каким-то образом подтвердить свои знания и сделать хорошее портфолио или если она у вас есть это вообще замечательно и наконец третий вариант это когда вы уже на высшем звене и вы собираетесь заниматься консультированием то есть вы будете консультировать бизнесы или вы будете работать просто с людьми вот для того чтобы помогать им развивать их собственный бизнес в таком случае вам просто нужно развивать свою сеть знакомств и создавать ваше портфолио и продвигать желательно онлайн ваш ваши знания и ваш опыт то есть есть таких три варианта мой опыт показывает что на начальном этапе как бы вот в моем в моем случае мне пришлось проходить две бесплатные стажировки одну я делала в монреале стажировку когда я работала в маркетинговом агентстве и мы у нас было я работала всего два месяца бесплатно и у нас было несколько проектов и за какие-то проекты мне даже заплатили деньги и вторую стажировку мне пришлось пройти в ванкувере когда мы сюда переехали три года назад на второй стажировке мне пришлось работать три месяца я работала в области real estate то есть в области я работала с агентом по недвижимости и продвигала ее продукт продвигал ее open house и вот это было да и это помогло мне получить хорошие рекомендации знакомства и найти следующую работу и так следующий вопрос что делает канадского маркетолога конкурентоспособным вопрос то вопрос довольно тоже сложный все зависит от того в какой сфере вы находитесь во первых у вас должно быть четкое направление в какой сфере маркетинга вы хотите работать потому что их несколько я обязательно скажу об этом чуть позже во вторых вы должны обладать определенным набором инструментов есть несколько видов маркетинга один из наиболее популярных сейчас видов например это email маркетинг то есть если вы занимаетесь email маркетингом вам нужно знать такие технологии как маркета пардот вам нужно знать salesforce это crm система если вы например являетесь хотите работать в сфере social media и быть social media manager в таком случае вам нужно знать все социальные сети и как заниматься продвижением в социальных сетях в фейсбуке twitter и snapchat и инстаграме инстаграм особенный facebook сейчас очень развиты если вы знаете youtube это вообще замечательно если вы умеете снимать видео еще одно направление в маркетинге это именно видео и графический дизайн то есть сейчас очень большой спрос к тем у кого есть технические навыки кто например знает как редактировать видео как снимать видео как делать как делать разную графику то есть например как создавать брошюры и делать дизайн то есть вас обязательно спросят если у вас знание фотошопа индизайна таких программ и это всегда дополнительный бонус к вашему образованию то есть это всегда дополнительный бонус для вашего продвижения в компании если вы уже работаете маркетологом или пиарщиком вот я считаю что в канаде работа пиарщиком достаточно менее развита развита больше на государственных должностях поэтому самое лучшее если вы работали в пиаре и если вам надоело эта профессия если вы не хотите больше в ней развиваться самое лучшее будет сменить эту профессию на профессию маркетолога здесь в канаде но если вам нравится профессия пиарщика вы также можете продолжить ваше развитие в ней нет ничего невозможного просто вам нужно искать крупные компании в которых есть пиар отдел следующий вопрос это чем занимается маркетолог в канаде как проходит рабочий день маркетолога но рабочий самое классное в профессии маркетолога то что каждый день у маркетологов разный он никогда не похож на следующий день например в моей компании мы занимаемся то есть один у меня основная как бы я бы сказал что мой основной упор идет на контент я специалист по контенту специалист по видео и также я делаю social media management то есть я отвечаю за содержание всех наших за контент на всех наших соцсетях и за из иногда я делаю дизайн иногда я делаю редактирование видео иногда я рассылаю емейлы то есть в принципе я могу ну делать практически все и наверное еще одна сильная моя сторона это стратегия то есть это еще один определенный участок когда вы можете сделать стратегию для социальных сетей стратегии для бизнеса в целом то есть это тоже это тоже замечательная область которую если вы знаете вы пойдете далеко поэтому мой день как правило проходит достаточно интересно потому что например один день я могу писать для нашего блога после обеда мы допустим можем снимать видео выкладывать фотографии редактировать их фотошопе или например я могу создавать электронную книгу для наших клиентов то есть в этой электронной книге будет какие-нибудь полезные то есть какие-то полезные советы для их собственного бизнеса мы также ездим на трейд-шоу стоять на выставке который проводит наша компания как правило маркетологи не ездят так часто как продажники то есть те кто работает в sales отделе наши компании например мы ездим 3-4 раза в год за границу это как правило сша и так сколько зарабатывает маркетолог в канаде замечательный вопрос потому что здесь очень большая разница существует в зависимости от того на каком этапе вы находитесь если например вы работаете как если вы работаете соцсетями и если вы на начинающем этапе вы будете зарабатывать как правило очень мало люди иногда но все зависит от вас люди зарабатывают иногда на начальном этапе 30 тысяч в год 30000 долларов канадских в год и например зарплата менеджера в социальных сетях может вырасти до 50 тысяч в год то есть зависимости от того в какой компании вы работаете если вы работаете в очень крупной компании когда у вас например там 600 тысяч клиентов и у вас очень большой объем у вас очень много социальных сетей и очень много разных профайлов в таком случае ваша зарплата может вырасти до 100 тысяч вот если вы находитесь на начальном этапе и вы специализируетесь на написании контента то есть вы являетесь блогером или вы делаете графический дизайн для компании ваша зарплата может варьироваться от 40 тысяч в год до 60 тысяч в год если вы работаете на крупную энергетическую компанию или на крупную компанию в сфере айти что очень перспективно вот вы можете зарабатывать как контент-менеджер от 60 до 80 тысяч в год тут зарплаты в даунтауне естественно будут выше в центре города и зарплаты на окраинах будут ниже хотя как показывает практика мы видели несколько раз когда компании сейчас которые находятся за пределами даунтауна они предлагают достаточно большие зарплаты потому что они переманивают стараются переманить к себе хороших сотрудников и сейчас дорого снимать офис в центре ванкувера поэтому многие компании переезжают в такие в такие места как лэнгли как витлом вот я например работаю в как витломе и в достаточно хорошей крупной компании которая занимает первое место в сша в своем именно маркете если вы являетесь менеджером маркетинге вы можете получать от 80 тысяч то есть менеджером кто разрабатывает стратегию кто знает как продвигать продукт именно стратегию продвижения продукта вот и вы можете зарабатывать от 80 тысяч на канадских долларов в год до 200 тысяч долларов в год зависит от вашей компании зависит от ваших знаний и опыта плюс если вы хотите работать консультантом и если вы являетесь консультантом консультанты по маркетингу в ванкувере берут от 50 долларов в час или вы можете иногда зарабатывать ну консультант в среднем зарабатывает от 100 тысяч долларов в год до где-то 200 тысяч может быть и больше в зависимости от того насколько вы супер консультант и насколько вы умеете хорошо продвигать бизнес то есть не только айтишники зарабатывают в канаде нужно ли получать образование бакалавра для трудоустройства и нужен ли диплом мбей я считаю моё персональное мнение и многие могут с ним не согласиться я считаю что получать диплом бакалавра или мбей не нужно желательно чтобы у вас было если у вас есть образование в стране из которой вы приехали если у вас есть высшее образование вам даже иногда не нужно заверять диплом вы иногда можете сделать его эволюацию если хотите но вот в моем случае я не делала эволюацию но однако желательно получить хотя бы какое-то какие-то курсы здесь в канаде то есть в моем случае я не получала бакалавра и я не попала на мбей потому что был очень жесткий отбор я честно сказать не до сдала джимат а джимат это тот экзамен который нужен на мбей вот и я сдавала его но я не добрала определенное количество баллов тем не менее то есть таким образом я не попал на мбей но это не значит что я не смогла устроиться я закончила диплом континью медики шин в университете конкорде в монреале этот диплом позволил мне получить мою работу маркетолога после того как я прошла стажировку сама этот диплом заканчивается всего за год там есть определенный набор уроков которые вам нужно пройти и этот курс можно пройти всего за один год по вечерам то есть мы учились как бы параллельно пока паша например заканчивал свое айти образование я училась по вечерам по четыре часа четыре раза в неделю то есть это было где-то с 6 до 10 я находилась в университете вот то есть для того чтобы найти работу маркетологом не нужно какое-то супер мега образование если вы конечно хотите перейти на другой уровень вы можете получить мбей однако учитывайте то что мбей как правило стоит здесь очень дорого вот например в монреале он стоит дешевле то есть если вы хотите получать имбей его лучше получать в монреале в ванкувере мбей стоит где-то от 50 тысяч долларов то есть но как правило после того как вы выпустились вы затратили очень большое количество денег и ничто не гарантирует вам трудоустройство вы все равно должны уметь себя продвигать и все равно должны уметь создать свое портфолио найти знакомства или каким-то образом зарекомендовать себя здесь то есть самый лучший вариант это пройти какие-то курсы или расширить свою группу знакомств сеть знакомств если вы хотите расширить свой свою сеть знакомств есть несколько способов это сделать во первых ваш улучшите ваш linkedin профайл то есть заполните его полностью вот и старайтесь набрать там как можно больше connections старайтесь обязательно добавить людей в свой свой круг знакомств и второй вариант это ходите обязательно на всякие встречи которые как правило проводятся в центре города то есть это могут быть митапы это могут быть встречи для маркетологов ищите в интернете время и место где проводятся такие встречи и обязательно ходите на них и добавляйте всех тех людей которых вы встретили свою сеть знакомства и добавлять их на linkedin в том числе и последний вопрос который у нас есть это интересно ли работодателю наши дипломы и стоит ли проводить эвалюацию дипломов когда вы переезжаете сюда как я уже сказала раньше ваш диплом это хорошо но самое главное это ваше портфолио и ваш именно именно ваша работа эвалюацию проводить не стоит сразу если только ваш работодатель будущий попросит это сделать но если вы это сделаете по своему собственному желанию это неплохо это добавит вам возможно баллов на собеседование потому что люди увидят что у вас уже это есть сделано однако это не необходимо и если вы хотите сэкономить на этом пожалуйста экономьте насчет дипломов как я уже сказала самое лучшее это получить либо какое-то минимальное образование здесь либо курсы для того чтобы у вас было хотя бы написано что вы где-то здесь учились чтобы добавить это в свое резюме вот пожалуй все если на какие-то вопросы я не ответила пожалуйста оставляйте ваши комментарии если вы работаете уже маркетологом в канаде обязательно напишите мне и я постараюсь также опубликовать под этим видео список требований к маркетологам которые вы сможете загрузить более подробными технологиями которые нужны для маркетологов спасибо большое за то что вы смотрите нас это был канал двое в каное и мы увидимся в следующих видео пока 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 пока